здравствуйте друзья с вами татьяна и я рада всем кто заглянул на мой канал я вижу носочки для девочки около четырех лет но где-то 38 может мне дали образец маленький носочек вот поменьше голяшка и ступни поменьше и сказать чтоб связала я побольше вот я и вижу вот такой вот красивый и узор незатейливый мой моя рука не уйдет вот такой вот чтобы чем-то украсить все-таки девочка вот такие носочки сейчас расскажу вижу я из двух пряж вот одна пряжа из троицка фиджи детская серия в 50 граммах 95 метров 20 процентов шерсть мериноса 60 хлопок и 20 акрил это одна пряжа вторая пряжа alize angora gold бледно-розовая 80 процентов акрил 20 шерсть и 100 граммах 550 метров цвет не скажу потому что у меня все этикетки перепутаны остаточков несколько разных вязать я буду вот так вот в 2 ниточки на спицах номер три но набирать я буду потому что вот это вот пряжа фиджи да там много хлопкой она прям очень тяжело рвется и голяшка вот это вот я мне пришлось даже перевязывать очень туго поэтому я решила вот таким способом набрать пятерка спиц и тройка на которых я буду вязать наберу 28 петель классическим способом 345 и так далее я провяжу высоту резинку резинки 2 на 2 15 рядов 16 ряд уже пойдет лицевая и 10 10 петель будет идти рисунок 2 изнаночных 6 на рисунок и снова 2 изнаночных эти все оставшиеся петли 18 я пущу на пяточку будет по 6 потом делиться и еще в пяточку я буду добавлять вот такую тоже крепкую я провязала на голяшку нужной мне длины и поделила уже петли на пятку на пятку у нас идет 2 3 у меня это 28 петель значит 18 я оставлю на пятку а 10 на перед вот у меня 10 на перед это 2 изнаночные 6 лицевых и 2 изнаночные здесь 18 сейчас я буду вывязывать высоту пятки высоту пяточки вот так вот 1 2 3 4 5 6 7 7 ребрышек это где-то 14 рядов я провязала высоту пяточки вот 2 4 6 платочной вязкой у меня осталось один ряд провязать вот с изнаночной стороны я тоже вижу лицевыми то есть со всех сторон поворотными рядами вяжем лицевыми петлями у меня на пятки 18 петель сейчас я буду делить на три части это будет по 6 петель 6 боковых и 6 центральных по 6 боковых 6 центральных вот 2 4 6 повесим маркер чтобы вам хорошо было видно потому что пятка как детская так и взрослая вяжется одинаково 36 и здесь 36 вот так и сейчас мы начнем формировать первый ряд пяточки вот она у нас должна такая вот получится так на лицевой стороне я вижу лицевыми рядами 1 снимаю 3456 это первый пуг теперь будем вязать середочку середочка тоже идет раз два три четыре пять шестую и сбоку одну мы сейчас будем провязывать вместе маркер убирать он нам не нужен будет видно расстояние вот еще раз показываю 2 4 5 6 из пяточки и одну с боковой мы будем провязывать вместе одной лицевой с правой стороны будем провязывать лицевой с изнаночной стороны будем провязывать изнаночной вот я развернула вязание первую снимаю и вижу до предпоследней вот предпоследнее это 5 опять убираю маркер и вот эту вот 6 2 4 5 6 6 6 возвращаю и одну сбоку провязываем вместе с изнаночной стороны изнаночной вот первое убавление пяточки то есть формирование пяточки я сделала дальше снимаю то есть убавки и я делаю в конце каждого ряда вот теперь маркеры не надо вот она видно двойная петелька и опять шестую и одну сбоку то есть будем так делать пока сбоку у нас не закончится петли я хочу с вами и все провязать чтобы было ясно и понятно на взрослой пятки это долго на детской можно показать вот так первую снимаю и вяжу дальше вот их уже видно и снова 2 вместе лицевой снимаю первых и вот она у нас идет дырочка я опять провязываю с изнаночной стороны одну с пятки одну сбоку беру вот так две вместе изнаночной разворачиваю вязание я добавила в пяточку вот третью ниточку для укрепления и опять вот первую снимаю и вижу вот так вот беру лету и сбоку вот видите формируется пяточка так первую снимаю дошли до последней центральной или опять одну центральную последнюю и одну сбоку беру и провязываю две вместе изнаночной разворачиваю снимаю и дальше вяжу лицевыми петлями до косички вот до последней снова шестую в центральной пяточки и сбоку соединяю вместе одной лицевой вот видите как идет косичка и тут идет косичка одинаково снимаю и снова 2 вместе изнаночной разворачиваю видите у нас уже как получается пяточка снимаю 2 вместе и вот тут нам осталось провязать одну вместе кто хочет уже может сразу вязать а я все таки провяжу до последней петли вот она можно и так и так вот последние мне две петельки x соединяю 1 возвращаюсь назад вот две три четыре пять шесть вот остались на пяточки 6 центральных петель пяточка сформирована вот она теперь нам останется набрать с боков но для этого я сразу дополнительную ниточку обрываю и убираю она мне больше не нужно пятка сделано связано теперь я буду по косичкам набирать вот это место потом это мне надо чтобы на спицах было снова 28 петель но это 10 значит здесь 18 значит мне нужно набрать с этой стороны 6 из этой но я наберу по 7 чтобы вот эту седьмую провязать с первое вместе вот чтобы не было дырочки вы можете крючочком набрать а я буду так набирать вот косичку за первую пола вот идет косичка видите да я буду брать брать не за обе а за одну вот за крайнюю вот за половинку косички кромочной 1 петелька 2 петель так сейчас 2 3 4 5 6 а седьмую седьмую я сейчас подниму так вот она седьмая и и сразу на первую спицу 1 1 на первую спицу так и провяжу изнаночный вот для соединения и вот видите у нас дырочки нет теперь я вижу перед перед я буду вязать по рисунку вот у меня идет 10 петель 2 изнаночных я провязала и сейчас надо формировать рисунок рисунок вот этот у меня полностью раппорт сначала я беру крайние две петли петли лицевых и провязываю вместе одной лицевой делаю накид и еще 2 лицевых провязываю делаю накид и крайние две так сразу я поворачиваю как надо эту провязываю вторую петельку набрасываю вот мы провязали вот этот раппорт вот видите крайние две вместе лицевой 1 накид 2 лицевых накид и снова 2 лицевых крайних вместе 2 изнаночных теперь мне надо так я потом буду опять делить пополам поэтому я сейчас сразу вот у меня здесь 6 я сейчас сразу 3 петли надо пока 3 чтобы не было удобнее вязать посмотрим теперь я буду набирать вот этот мне надо также набрать 7 сейчас посчитаем как тут лучше вот один два три 4 5 6 а седьмую я провяжу сразу вместе так я сделала ошибку сейчас я верну так верну и вот эту вот седьмую петельку так сейчас я отниму эту косичку вот она так сейчас еще раз раз два три 4 5 6 вот она и провяжу ее изнаночной так только мы вот так повернем ее с крайней изнаночной спирита неудобно немножко еще раз все я провязала и у меня дырочки не будет я потом распределю правильную петлю сейчас так теперь мне надо набрать еще 6 петель вот видите косичка идет я набираю одна петля вот за половинку 2 3 3 вот видите косичка идет за первую вот 4 5 так 5 6 все набрала так и сейчас я так это я потом подтяну которую было и сейчас я буду вязать по кругу разделив при этом у меня 28 по 14 петель на каждую спицу сейчас я сосчитаю вот смотрите будем от пиро это от пяточки идти значит мне надо в эту сторону 4 я 3 значит еще одно надо взять и в эту сторону 4 1 2 3 4 вот так по 14 должно быть на каждой спицы значит я еще одну петлю должна отдать на пятку теперь считаю 2 4 6 8 10 12 14 2 4 6 8 10 12 14 все как вот был у меня 28 первоначально так я подошла к нашему рисунку провязала 2 изнаночных и теперь если мы прошлый раз вот эти две вместе провязывали то теперь мы будем делать наоборот мы будем провязывать вот эти центральные две вместе посередке крайне провязываем просто лицевой делаем накид и вот эти две вместе провязали снова провязываем 2 вместе так накидываю накид и крайне лицевая теперь два ряда без изменения и раппорт будет опять с первого ряда повторяться вот он вот так я провязала нужную мне длину носочка стопы и сейчас буду закрывать носик я буду по краям по одной не провязывать вот после лицевой 2 вместе и до лицевой 2 вместе рисунок не вижу больше и так приступим на спицах на спицах у меня по 14 петель 14 тут 14 там провязываю первую петлю лицевой затем 2 вместе с наклоном вправо лицевой все убавку сделала дальше вижу все лицевыми петлями вот так все лицевыми не довязывая 3 ряда до конца ряда не довязала первую снимаю эту провязываю эту петельку перекидываю у меня получается с наклоном влево лицевая вот на первой спице я сделала балочку сейчас буду делать на второй точно так же первую провязала лицевую 2 вместе с наклоном вправо лицевой дальше вижу лицевыми не довязывая 3 петли так не довязала первую петлю снимаю вторую провязываю и эту первую перекидываю через вторую и получается с наклоном влево лицевая так сейчас этот ряд я провязываю без его зала после ряда с убавками один ряд без убавок сейчас будет вторая убавка то есть первые три ряда я делаю убавки через ряд лицевую провязываю а 2 вместе провязываю лицевой с наклоном вправо провязала не довязала 3 петли одну снимаю эту провязываю лицевой и перекидываю через нее получился наклон влево еще лицевая теперь на следующий спице также делаю убавки первую провязываю так провязываю лицевой потом 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо провязала вижу ряд не довязывая 3 петли вот не довязала эту снимаю вторую провязываю а первую снятую перекидываю ряд без убавок и сейчас у нас будет 3 убавка первую лицевую провязываю затем 2 петли вместе 1 лицевой дальше все лицевые не довязывая 3 петли первую петлю снимаю вторую провязываю и первую через вторую перекидываю получился наклон влево 1 лицевая на спицах 7 так 2 4 6 8 петель 8 петель так 2 спицы все то же самое первую лицевую я снимаю затем 2 петли вместе одной лицевой с наклоном вправо вяжу ряд не довязывает 3 петли вот три петли не довязала первую снимаю вторую провязываю лицевой и первую через вторую протягиваю набрасываю то есть и получается наклон влево лицевая я сделала третью убавку сейчас я провяжу один ряд без убавок а потом начнем делать убавки в каждом я провязала через ряд три раза на спицах у меня теперь по 8 петель сейчас я начну делать убавки в каждом ряду все то же самое первую я провязываю лицевой затем 2 петли лицевые провязываю одной с наклоном вправо вяжу дальше ряд не довязывая 3 петли вот не довязала 1 снимаю 2 провязываю лицевой и первую набрасываю на вторую наклон получился влево 1 лицевая дальше дальше идем также провязываю 1 лицевую потом 2 вместе лицевой с наклоном вправо вижу ряд не довязывая 3 петли первые снимаю 2 лицевой провязываю и набрасываю все наклон влево дальше на спицах 65 по 6 петель осталось делаем убавки пока не будет на спицах 4 петли не останется так это я снимаю провязываю лицевой эту снятую перекидываю через нее лицевая 4 петли осталось так дальше то же самое делаю с этой спицей надо было мне на чулочной перейти забыла то же самое делаю лицевую провязываю затем две вместе вот так одной лицевой провязала теперь у меня опять 3 спицы и 3 петли я одну снимаю 2 провязываю лицевой снятую перекидываю через провязываю 1 лицевая лицевая и сейчас у нас еще будет одна убавка а затем я стяну всю крючку и так сейчас вот будем провязывать 2 сюда и 2 сюда с наклоном вправо 2 вместе 1 лицевой теперь эту я петлю так эту я петлю снимаю провязываю вторую и и вот так все 2 теперь надо сделать также на этой спицы первые две я провязываю за переднюю стеночку с наклоном вправо провязала теперь первую снимаю вторую провязываю в конце туговато затянула но ничего вот все провязала и вот эту снятую я пропускаю набрасываю через провязанную все у меня на спицах 4 петли сейчас я обстригу ниточку она больше не нужна все стену пропущу через крючок сниму на крючок эти 4 петельки и затяну первые петли скидываем 2 теперь надо все в правильном положении тоже снимать 3 скидываем и 4 сейчас все вот так я обычно делаю закрытие что на больших носках что на маленьких вот получился вот такой мысик потом я заделаю туда и вот будет вот так смотреться очень красиво и хорошо вот такое закрытие надеюсь что сейчас все поняли как закрывать мысочек как я закрываю таким способом все вот у меня два носочка готовы теперь осталось заделать все ниточки и постирать на этом я с вами прощаюсь кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока до новых встреч